Экономическая ситуация в Ненецком автономном округе стабильная. Речь об этом шла 11 марта на заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики, работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Елизавета Кабанова продолжит тему. В начале совещания о текущей экономической обстановке в регионе рассказала Татьяна Лагвиненко, заметитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента финансов и экономики региона. В целом социально-экономическая ситуация у нас в округе пока стабильна. У нас растут цены в основном на промышленную группу, это автомобили, бытовая техника, что естественно в свете сокращения в целом по стране на 16% импорта. В свете ограничения импортных поставок на сегодня большое внимание нужно уделить мониторингу системообразующих предприятий. Всего в округе 15 системообразующих предприятий. В перечень федеральных входит только одно. Мониторинг по нему проводится каждую неделю, по остальным – каждый месяц. Пока никаких негативных тенденций нет, но тем не менее нужно мониторить регулярно по отказам поставки сырья, комплектующих, запчастей, рисках неплатежей, чтобы мы могли принимать меры срывов доставки. И, допустим, какие-то явления, которые могут повлиять на финансо-экономические статусы предприятия, естественно, на экономику округа. Поэтому, в общем-то, мы всё сейчас на регулярном контроле. Губернатор округа подчеркнул, насколько важны системообразующие предприятия и дал поручение обратить особое внимание на Ринмарскому объединённому авиаотряду. В федеральный список входит наш авиаотряд, и мы понимаем, что это не просто системообразующие предприятия, а это предприятие, от которого зависит всё в нашем округе. И доставка жителей, и товаров. Поэтому отдельное внимание уделяем авиаотряду, тем более, что вертолёты Ми-8, понятно, нашего российского производства. Но, насколько я понимаю, есть, допустим, вспомогательные силовые установки, которые произведены за границей. Ситуация на рынке занятости и уровень безработицы в округе остался таким же, как и две недели назад. За истекшие две недели коэффициент напряженности составляет 0,9, уровень безработности 1,8. На сегодняшний день у нас соискателей 375 человек, вакансии, на которые могут претендовать безработные, 469. В ходе совещания глава региона Юрий Бездудный дал поручение профильному ведомству о продолжении мониторинга. В случае, если начнётся сокращение, реакция должна быть оперативной. Людям должны предлагать рабочие места.